Всем доброго дня, это Гелиос Сар и История просто. История Древнего Мира, 5 класс, за авторством Холпакова и Селунской. Параграф 58. Архитектура и строительство в Римской империи. Общественные здания имперского Рима. После гражданских войн Рим был сильно поврежден, и город пришлось отстраивать почти заново. Так что Август с полным правом мог сказать, что принял вечный город кирпичным, а оставил мраморным. Кирпич намного дешевле, чем мрамор, поэтому оставить какое-то поселение мраморным, это оставить его, конечно, очень роскошным. Количество жителей города достигало миллионы человек. Каждый из римских владык старался возвести в городе памятник собственным деяниям. Для граждан построить форум. Форум это площадь с большим количеством общественных зданий. Для умиротворения богов строились храмы. Сказочно великолепным был дворец Нерона на Палатине. Палатин это один из холмов в Риме. Этот дворец был прозван Золотым домом. Роскошные покои выводили в парки и луга. Первый раз осмотрев его, Нерон заявил, что наконец-то сможет жить по-человечески. На самом деле, конечно, Нерон очень плохо закончил. После смерти Нерона дворец был разрушен. Рядом со старым римским форумом времен республики императорами был выстроен целый ряд новых. Наиболее известен из них форум Трояна. Его украшала знаменитая колонна Трояна, которая сохранилась до наших дней. Мраморные рельефы на колонне подробно рассказывают о походах Трояна за Дунай. Мы видим римских солдат в строю и сражении, осаждающих города и торжествующих над своими врагами. В разных частях света Европе, Северной Африке, на Востоке сохранились римские триумфальные арки. В самом Риме до сих пор высятся арки трех императоров. При Трояне в Риме было более 400 храмов. Из них более полутора тысяч статуй божеств из золота и слоновой кости. Во втором веке был построен пантеон, посвященный всем богам, храм под огромным куполом. В Риме появилось огромное число просторных библиотек, галерей, театров. Вместо небольших купалин стали строить общественные и частные бани-термы, рассчитанные более чем на тысячу посетителей. Ну, ничего странного в этом нет. При миллионном населении города нужно много общественных бань. Такие гигантские сооружения стали возможны благодаря изобретенному римлянами бетону. Но, к сожалению, после падения Римской империи про бетон на долгое время забыли. Театры, где актеры представляли комедии или трагедии, вошли в жизнь римского города под влиянием греков. Но именно римляне первыми стали строить вместительные амфитеатры. Колоссальный амфитеатр, построенный в первом веке н.э., вошел в историю под названием Колизей. Дело в том, что в греческом театре зрители сидели на ступенях, которые спускались вниз, и сидели они на них, эти ступени, они были полукругом. Амфитеатр — это то здание, где зрительские трибуны полностью, кругом или овалом, полностью окружают сцену. На гигантской арене Колизея разыгрывались целые сражения между отрядами гладиаторов. В Риме к началу II века н.э. было 9 акведуков, которые снабжали город водой. Акведук — это достаточно сложная постройка, которая, по сути, является надземным водопроводом. В древности всяких электричеств и всяких насосов не было, поэтому строительство водопровода было достаточно сложной задачей. И акведук, который доставлял большое количество воды в город, особенно в большой город, это была очень ценная постройка. Так вот, в Риме было аж 9 акведуков. Самые большие имели длину более 90 км. Даже сейчас такая постройка будет очень дорогой, а уж по тем временам это было очень сложно и дорого. Некоторые акведуки продолжают стоять даже сейчас. Правда, ими не пользуются для доставки воды. Или прокладывают сверху по акведукам нормальные трубы. Италийский город. Римлянами было основано множество городов, в которых появились те же сооружения, что и в самом Риме. Форумы, арки, базилики, термы, каменные мосты. Но мы гораздо меньше знали бы о городской жизни римской эпохи, если бы не город Помпеи. Этот небольшой город на юге Италии погиб в 79 году при извержении вулкана Везувий. Город был полностью погребен под многометровым слоем вулканического пепла. Катастрофа погубила жителей Помпей, но сохранила для нас, потомков, детали того, как этот город жил, как жили его жители и что вообще из себя этот город представлял. Город очень хорошо сохранился. В ходе раскопок, которые проводились с 1748 года, то есть с 18 века, была открыта часть античного города в былом великолепии. Главные улицы шириной 8-9 метров были вымощены плитами. Одна из улиц делит Помпеи на две части. На ней был сооружен фонтан в виде богини с рогом изобилия в руках. В торговой части было много лавок, таверн и гостиниц. Окруженный портиками форум был главной городской площадью. Здесь находились триумфальные арки и храмы, а также места для голосования. Форум соединялся с амфитеатром, где проходили бои гладиаторов и театральные представления. Рядом находилась палестра. Также в Помпеях было два театра для представлений и игр в дни торжеств и праздников. Как и в каждом римском городе, были здесь и бани. В них устраивались бассейны с холодной проточной водой, которые приятно освежали в жаркий, знойный день. Учитывая, что Помпеи находились на юге Италии, там действительно было достаточно жарко. Дома в Помпеях. В Помпеях было около 10 тысяч жителей, то есть это был не самый большой город. На улицы города выходили только глухие стены живых домов без каких-либо окон. Дом состоятельного горожанина состоял из центрального зала Атриума и множества комнат, спален, столовых. Из Атриума можно было выйти в сад. Внутренний дворик был окружен колоннами и украшен фонтанами, мозаиками, мраморной или бронзовой скульптурой. Крыши имели сток не наружу, а внутрь, чтобы дождевая вода стекала в бассейны посреди Атриума. Вот, собственно говоря, на этом рисунке показан Атриум и видно световое окно, через которое заодно в случае дождей вода попадала в этот бассейн. Дождевая вода стекала в этот бассейн, который охлаждал воздух в Атриуме и заодно эта вода могла еще как-то использоваться. По найденным в домах предметам можно судить о занятиях его владельцев. Так, один из домов Помпеи был назван домом хирурга из-за найденных здесь врачебных инструментов. Полы в этом доме были глинобитные, стены лишены росписи, то есть дом был достаточно дешевый. Полы были всего лишь из глины, то есть пусть и прочная была глина, но все равно глина. То есть это был достаточно дешевый дом. Другой дом вблизи от форума, то есть от центральной площади, принадлежал человеку куда более состоятельному и с более аристократическим вкусом. Дом был украшен колоннадой из серебристого туфа. Туф – это такой вулканический каменный материал. Бассейны были обрамлены мрамором. Здесь было найдено много статуй и мозаики с изображением птиц и животных. В доме сохранилась и мозаика на исторический сюжет, изображающая знаменитую битву Александра Македонского с царем Дарием. Мозаики они составлялись из небольших каких-то кусочков цветного стекла или цветных камушков, составлялся рисунок. Естественно, что мозаики были достаточно дорогими. С первого века до н.э. стали применять кирпич. Это дало возможность строить двухэтажные дома. Хозяевами более поздних домов оказывались новые люди, разбогатевшие и отпущенные на волю рабы, и всадники. Всадники – это люди, которые могли служить в армии и за свой счет покупать очень дорогое оружие и дорогого военного коня. Всадники получали больше гражданских прав, чем простые люди. В одном из аристократических кварталов два брата-вольноотпущенника купили старинный дом и перестроили его на свой лад. Размеры дома невелики. В нем четыре столовые, одна из которых выходит в маленький внутренний дворик. Есть также большой общий внутренний двор. Стены пиршественных помещений покрыты росписями. Археологам удалось даже узнать, какие цветы выращивали владельцы дома на этом месте 2000 лет назад. Геоцинты, фиалки, розы. Виллы. Горожанин в римском государстве, как вы помните, обычно имел загородный дом – виллу. Состоятельный человек владел даже несколькими виллами в разных местностях Италии, в самых живописных уголках. Очень любили римляне строить дома на самом берегу моря, откуда можно было любоваться красивыми видами. Под причудливые постройки своих вилл богатые отнимали у крестьян землю, пригодную для сельского хозяйства. В описании одного из поместьй в округе Рима упоминается, например, Площадка для игры в мяч, помещение для занятий гимнастикой, холодная баня с двумя бассейнами, комната для натираний, чудесный бассейн с горячей водой, плавая в котором можно было любоваться видом на море. То есть видно, что загородный дом был большим и роскошным. Вилла достаточно состоятельного римляна, известного писателя Плиния-младшего, выглядела по его рассказу так. Вилла отстоит от Рима в 17 милях. На вилле есть все, что нужно. Тут поднимается башня с двумя подвальными помещениями и с двумя помещениями в самой башенке. Есть и другая башня, а в ней комната, освещаемая солнцем с восхода и до заката. За цветником и садом лежат мои любимые помещения. Я сам их устроил. Стоит закрыть окна, и туда не долетают ни голоса рабов, ни ропот моря. Ни я не мешаю моим домочадцам, ни они мне в моих занятиях. То есть видно, что в загородном помещении было сразу несколько зданий, в которых могло размещаться очень большое количество различных гостей. И это не считая прислуги. Подведем итоги. Культура Римской империи отличалась богатством и разнообразием. Строились новые храмы, такие общественные здания, как библиотеки, театры, термы. Термы – это бани. Строительная техника римлян оставалась непревзойденной не только в древности, но и в последующей эпохе, вплоть до эпохи современности. Форум – большая площадь с общественными зданиями и алтарями богов. Амфитеатр – сооружение, где скамьи смыкаются кругом вокруг центральной площадки, на которой происходят представления или спортивные состязания. Акведук – надземный водопровод. Базилика – здание, разделенное внутри рядами колонн на отдельные части. Первый век нашей эры – сооружение Колизея. 79-й год нашей эры – извержение Везувия и гибель города Помпеи. Второй век – сооружение Пантеона. Вопросы. Составьте рассказ о том, как выглядел Рим во II веке. Рим II века – это был огромнейший город. Один из самых больших городов той эпохи, если не самый большой. Население города превышало миллион человек. Это было немыслимо много. Город был невероятно красив. Огромнейшее количество различных статуй, красивейших храмов, библиотек, бань, роскошнейших особняков, знати было в этом городе. То есть город был невероятно красивым и большим. Но при этом, конечно, присутствовали и трущобы, кварталы достаточно бедного населения, где были самые простенькие такие здания. Что общего было в облике столицы империи и небольших городах? Что в небольших городах, что в самом миллионном Риме было большое количество одинаковых мест. Например, тот же самый форум, где в маленьком городе была достаточно небольшая площадь, в Риме несколько форумов с огромными площадями, храмами и общественными зданиями. Опишите виллу – загородный дом богатого человека. В то время Италия была достаточно безопасным местом. Никаких бандитов по дорогам особо не бегало. Поэтому можно было себе построить виллу, а не какой-то там замок с большими стенами. Вилла – это было здание, вокруг которого могло даже не быть стен. Сама по себе вилла могла представлять в себя несколько построек. Отдельная постройка для хозяина, отдельно для гостей, отдельно для жилья, слуг и различных рабов. Виллы были… их было очень большое количество. Их строили в основном за городом. Там было несколько различных садов, бассейны, бани и, разумеется, красивые виды на побережье.